Делаю второе видео из серии «Хождение верой». Повторюсь о том, как показал мне Иисус, что такое «Хождение верой» – это «Жизнь в победе». Это отвеченные молитвы, это живые отношения с Иисусом, живого человека, с живым Богом. И это всё для славы Его. Мы свидетели Его, если мы находимся в общении с Ним и живём в победе, ходим верой, а не видимым и слышимым. В этом видео я расскажу о двух случаях. Сначала о последнем, а потом о предпоследнем. У меня есть парикмахер, у которого я обслуживаюсь уже, ну, может, лет 25. Может, меньше, чуть меньше, может, чуть больше. И так как я уже 17 лет после покаяния, то она видела мою жизнь до покаяния, она видела после покаяния, она знает о создании моей семьи, стригла мужа моего любимого. Она знает это. И я всё время ей свидетельствовала. Я не просто приходила к ней, но я всегда свидетельствовала. И она знает об Иисусе. Она и сокрушалась, и прислушивалась, и не прислушивалась. Были разные моменты. Но я свидетельствовала. И вот в один из предпоследних, наверное, раз я была у неё, и тут неожиданно она говорит, что у неё шпора в ноге, что это очень болезненно, она появилась, и она не знает, как её лечить. И я знала, что это заболевание не лечит медицина, её лечат только народные методы, это заболевание. И моя мама вылечила народными методами. И я как-то автоматически, так как встал в вопрос о лечении, я ей рассказала методы, благодаря которым она может вылечить эту болезнь. Я ушла от неё, и когда уже доходила до дома, вдруг Дух Святой меня облечил и сказала, почему же ты не помолилась об исцелении? Мне было очень стыдно, действительно, просто что она привыкла всё лечить, и я как-то на этой волне, хотя я и свидетельствую, что меня лечит Господь, но ей я хотела ответить именно вот, ну как-то вот, как она просила, как лечить. Я пришла домой и была дома, и потом прошло время, и Господь сказал вечером, чтобы мы с мужем обязательно, когда он заедет меня забирать, чтобы мы обязательно заехали к ней и помолились за её ногу. Я сказала, хорошо. Заехал мой муж, я ему это рассказала, он сказал, без проблем. Мы сели в автомобиль, позвонили парикмахеру, и я ей сказала, что мы можем приехать и помолиться за вашу ногу, если вы хотите, мы выезжаем. Она говорит, без проблем, с удовольствием я вас жду. Вот, мы приехали к ней, опустились на пол и возложили руки на её ногу и горячо молились об исцелении. Я сказала ей, что наше дело молиться, мы знаем, что Иисус исцеляет, но исцеление-то уже, как решит Господь. Она была под большим впечатлением нашей молитвы, она говорит, я никогда не видела, чтобы так молились. Она была так впечатлена, можно я вас, ребята, обниму? Можно, да без проблем. И мы уехали. На следующий день я у неё спросила, как нога, она написала, нормально. Я не поняла, что такое нормально, ну и всё. И вот в эту субботу я была у неё и спросила про ногу. Она сказала, Анжелика, ты знаешь, ничего нет абсолютно. Когда, говорит, я проснулась на следующее утро, я увидела, что не болит, но я подумала, что вдруг я себе навнушала что-то, вот, что такого не может быть, что думала проверить. И вот прошёл, наверное, месяца два-полтора, она говорит, такое впечатление, что ничего и не было. Хотя была шпора, была сильная боль, и Господь исцелил. Исцелил Господь её ногу, и я очень радовалась, очень ободрилась, ободрился мой муж любимый. И плод этого всего ещё не только исцеления ноги, но то, что это произвело что-то в её сердце и производит сейчас в этом сердце что-то, Господь работает, что, выходя из её дома, она открывала мне дверь, остановилась на минутку и говорит, Анжелика, можно тебя о чём-то попросить? У неё сын наркоман, и уже полгода они не общаются. Вот, он уже сидел в тюрьме за наркоманию, и она попросила помолиться за сына. Суть не в том, что она попросила, ну, суть в том, что попросила, но суть в том, что она увидела силу Божью в действии, она увидела, что Бог живой. То есть одно дело, она слушала мои свидетельства, мои исцеления и всё, что со мной происходило. И когда она сама лично пережила ответ на молитву, человека, она поняла, что Бог может и сына её сделать нормальным в её понимании, не наркоманом. Это очень мощно, это очень сильно, и я прославляю Господа, я величаю, я восхваляю Его, я возвеличиваю Его имя и благодарю за то, что Он употребляет меня, мою семью, нас с мужем. Я благодарю Ему, и мы готовы служить, мы готовы ехать туда, куда скажет Господь и делать то, что Он скажет. Слава Иисусу! Вторую ситуацию я расскажу тоже касательно исцелений, это уже я лично. где-то в конце лета или осенью я работала на огороде, каким-то инструментом работала, и в один момент у меня заболело плечо, то есть плечевой сустав. И вот осень, и вот зиму болела рука. Если я поднимала вверх, какие-то действия делала, то она болела. Я молилась Господу, ответа не было в исцелении, просто продолжала болеть рука, она дискомфорт создает, не такая прям уж сильная боль, но дискомфорт. Но я знаю, что у Господа для всего есть цель, и поэтому все придала Господу. И вот в один из дней совсем недавно, в пятницу я, или в субботу, я помогла в работе одной женщине, и мне пришлось 9 часов этой рукой мыть стены после ремонта в одном офисе. И после этого у меня рука болела, конечно, больше, чем обычно, и я решила ехать к врачу. Я вдруг вспомнила врача, который есть у меня, хороший врач, которым я не вспоминала все это время. Я подумала, что цель Господа, чтобы я поехала и засвидетельствовала ему еще о Господе. Вот. И когда я позвонила ему, он сказал, хорошо, приезжай, и начал говорить, что нужно будет сделать снимок, показать травматологу, то-се-се-то. И когда после разговора я встала на молитву, мне стало жутко, очень жутко. Я говорила о том, что я не хожу по врачам, что я уже очень давно не принимаю никакие таблетки, и я избегаю Египта, помощи Египта любой ценой, только Господу, чтобы Он разрешал ситуацию с моим здоровьем. И когда я представила, что кто-то будет прикасаться ко мне, кто-то будет трогать мое плечо, кто-то будет делать снимки рентгеновские, все такое прочее, мне стало очень плохо, просто внутри плохо. И я сказала, я не хочу к врачу, Иисус, я не хочу, я не поеду ни к какому врачу. Я начала плакать, и тут я услышала, как Дух Святой сказал, я целитель твой, и нет другого. Я начала еще больше плакать. Господь напомнил мне то, когда Он давно-давно-давно сказал эти слова, и они стали истинной внутри меня, я познала это на опыте. Он единственный целитель, никто лучше Его не знает. Мой сустав, что там произошло, и для чего это. Поэтому я сказала Господу, я никуда не поеду, ни к какому врачу. И с завтрашнего дня я начну делать упражнения, как ни в чем не бывало, превозмогая эту боль. Я буду делать то, что я должна делать, чтобы мои мышцы работали. Со следующего дня я начала делать упражнения, и хочу сказать, прошло какое-то время, за неделю, может, и я хочу сказать, что рука моя не болит. Она пришла в нормальное состояние. Есть какие-то остаточные явления, но на самом деле я чувствую себя на 90% лучше. И я благодарю Господа и восхваляю Его, и ободряю каждого из нас, и себя тоже. ободряю идти только к Иисусу, решать все вопросы с Ним, потому что Он все делает для славы своей, не для того, чтобы мы были в зависимости от Египта. Потому что если представить, что ты живешь где-то в пустыне, ты живешь где-то в далеком ауле, или где-то в деревне, куда и транспорт не доезжает, то, конечно же, ты будешь вызывать Господу и искать ответов от Него. Но если ты живешь в большом городе или недалеко от Него, то, конечно, первая реакция человека бежать в Египет и просить помощи у Него. Пусть Господь благословит каждого из нас.